Конницы армии Византии 2 века. Возрастание роли кавалерии. Армия Византии 2 века. С начала всемирного переселения народов существенно возросла роль кавалерии во время боевых действий. Многие противники Римской империи были исключительно народами-всадниками, что не могло не отобразиться на изменениях в формировании позднеримской, а вслед за нейроне Византийской армии. Я хотел бы выделить ряд существенных факторов именно для кавалерии 2 века, а именно Нет разделения конницы по виду защитного снаряжения. Есть разделение воинов по наступательному вооружению, копье, лук. В тяжелом снаряжении сражался только офицерский состав, всадники первых рядов и отдельные части. Все остальные могли быть без него. Для обозначения всадников используются многие термины предшествующих периодов. Таким образом, в это время не было разделения на так называемых тяжеловооруженных и легковооруженных конников. Всадники делились на копейщиков, кантофоров и стрелков. И те и другие могли быть как в защитном снаряжении, так и без него. Наличие его определяло место в строю. Император Анастаси Ай как триумфатор. Слоновая кость. Начало. Вай. Вэ. Лувр. Париж. Франция. Фото автора. Конница в броне к этому периоду продолжала именоваться Катафрактай и Клайбенери Ай. Хотя, нельзя не согласиться с тем, что всадники Вай. Вэ. Имели мало общего с панцирной кавалерией античности. Вэ. Вэ. Веки греческий термин Катафрактари употреблял аноним Вай. Вэ. Иоанн Лид, последний называл всадников в броне также андабатами. Точка с запятой. Андабатти. В конном строй у копейщики в защитном вооружении стояли в первом, протостаты, и последнем, ураги, ряду. Между ними находились копейщики без защитного вооружения и всадник и стрелки из лука. Копейщики. Вай. Вэ. Кони в защитных доспехам, из войлока и грубого шелка. Реконструкция автора. Отряд всадников, тагма или банда, строился в четыре шеренги. Точка одни так, чтобы головы лошадей второй шеренги размещались между плечами лошадей первой шеренги, другие чтобы между их боками. Так как предаки всадников задние ряды не напирают как в пехоте, нет смысла выстраивать тагму на большую глубину. Но глубина строя определяется еще и качеством воинов, чем меньше воинов, которые могут сражаться протостатами, тем глубже строй, который мог достигать в глубину 8-10 человек. Иоанн Ефеский описывал, как стратил от Константин в сражении у тела в 581 грамме, личность копьем, к. прорвал строй персов и сбросил с лошади персидского полководца, после чего заколол его. Исходя из практики, получившей развитие в рамейском воинском искусстве в этот период и позднее, всадники и пехота взаимно дополняли друг друга в бою, а производить кавалерийские удары и отходить под прикрытие пехоты стало общим тактическим местом византийцев. Подобную успешную тактику переняли даже персы в. в. а позднее и авары, используя пеших славян. Маврикий Мы имеем несколько стратегий этого периода, в которых расписаны действия всадников, но, конечно же, самым известным является стратегикон Маврикий или, как иногда обозначают этого автора, псевдо-Маврикий. Авторству текста посвящена большая литература и мы не будем останавливаться на этом. В нашу задачу входит вопрос об подразделениях конницы, которые перечислил Маврикий. Многие исследователи или принимают полностью на веру перечисленные кавалерийские части или пытаются как-то объяснить странности и нестыковки. О чем идет речь? Маврикий разделял все указанные кавалерийские части на меры, или Мойера. Мера являлась не подразделением постоянной дислокации, а тактическим соединением для боя. Он определил пять таких соединений – векселарии, федераты, оптиматы, букеларии и эллирийцы. Нам представляется, что данное описание не обязательное правило по формированию армии, а описание частной ситуации при сборе экспедиционного кавалерийского корпуса. Если считать, что автор это император Маврикий, то данное предположение совершенно обосновано, и император-воин внес в стратегию описание ситуации одной из экспедиций, в противном случае нестыковки и отсутствия ряда отрядов всадников, известных по другим письменным источникам, трудно объяснимы. Важным фактором, подтверждающим это наблюдение, является часто встречающееся неразделение в текстах византийских авторов частного и общего. Таким образом, нам представляется, что перечисленные соединения – это информация о составе одной из экспедиционных армий рассматриваемого периода. Тем более, что в главе 4 стратегикона описывается общая ситуация по формированию войска или экспедиционной армии. Тот факт, что в тексте перечислены наименования соединений, давших впоследствии наименования фимом, еще не говорит о торжестве или даже возникновении фимного строя в период написания стратегии. Всадник. Египет. Византия. Вай. В. Инф. Номер Е400350. Лувр. Париж. Франция. Фото автора. Векселарии. Мира в 6 тысячах-7 тысячах воинов, о которых ведет речь маврикий стратег, описывая части экспедиционной армии, предположительно соединения, состоявшие из всадников кунных вексиляций. Вексилейшнез. Иоанн Лит определял вексиляцию первой половины. В. 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 Пятистах всадников. В. 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 Все эти части состояли из арифм, о чем пишет маврикий. Всадники из этого соединения располагаются в строю первой линии слева от федератов. Их строю в глубину такой же, как у стоящих в центре федератов. Название этого соединения говорит о том, что состояло оно из всадников каталожных частей старого формирования век селяций. Располагались они по всей территории империи. Мы знаем о таких частях. В. В. Во Фракии и Малой Азии, полководец Герман набирал себе дружину, для похода в Италию, среди регулярной фракийской конницы. Один из таких старых полков в конце. В. В. Встречаем у Феофилакца Симаката 4-й Парфянский полк Либанареев. В. Военного магистра Востока. Всадник Святой. Стекло Египет. В. В. Инф. Номер Е26819. Лувр. Париж. Франция. Фото автора. Федераты. Еще одна мера экспедиционного корпуса, которая располагалась в центре первой линии. Их строй Маврики определял в глубину таким же, как и у Векс и Лари, в 7 человек плюс оруженосец. В. Течение. В. 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 Мы наблюдаем переход от федеративных отношений раннего периода к прямому найму племен или групп профессионалов из варваров, гуны в Африке, готы, эрулы и вандалы на Востоке, персы и армении в Италии, эрулы и лангобарды в Италии и П.Р. Федераты записывались на военную службу как персонально, поэтому в их ряды мог попасть и ромей, так и в составе племенной группы. Пять тысяч рабов, купленных Тиберием, были переданы под команду кометов-федератов. С пятисот трех граммом. Корпусом федератов командовал комет-федератов. Возглавлять такое подразделение грозных разноплеменных всадников мог только авторитетный и опытный воин. Так, в начале В. В. Им командовал год и лимитист Патрикеол. Ему на смену пришел его сын Виталиан, четыреста семидесятые пятьсот восемнадцать граммов. Комет-федератов, который в пятистах-четырнадцати граммах поднял восстание в защиту православия против императора Манафизита Анастасия, и после того как его войск урезали жалование, его штаб располагался в Одессе, Г. Варна, он смог собрать армию в пятидесяти тысяч воинов и добиться защиты православия от посягательств императора. Федератов-гуннов, которые сыграли ключевую роль в победе над вандалами в Африке, отправили туда насильно, а их возглавлял комет-федератов-алфея, который стрелял из лука и слева и с правой руки, перехватывал летящие копья и при этом обладал полководческими талантами. Во главе каждой арифмы федератов в мирное время стоял опцион, ведавшим довольствием воинов, в военное время трибун. Разделение федератов на имперских и наемников уходило в прошлое, им пытались придать вид ромейского полка арифмы, но специфика боевых действий не всегда позволяла добиться унификации, как мы видели выше. Некоторые из герулов В. них стали римскими солдатами и были зачислены в войска под именем федератов. Оптиматы мера, мэра, которые в стратегии Маврикия отводятся место во второй линии. С термином оптиматы много путаницы, которая связана с тем, что в Х веке Константин Багри народный определил их как слуг гвардии, но это определение верно для позднего периода, но не имеет ничего общего с ситуацией. В. 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 На восточном побережье Босфора, прямо напротив столицы, на важном стратегическом направлении была создана фема оптиматов, и создана она была на базе давно существующих здесь полков. Изначально, в этом районе, В. 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 стояла части презентальной армии, собственно, В. В. И. Севен. В. 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 Слово оптимат свидетельствовало о близости данных отрядов к элитным частям, и Анлит называл их избранными. Точка, как писал Олимпиадор В. 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 Уготов, пришедших с Радагайсом, 405 граммов, командиры назывались оптиматами. Число их простиралось до 12 тысяч, и Стелехон, победив Радагайса, включил их в свою гвардию. А в новелевест готского короля Эрвигия, 680-687 ГГ, оптиматы дворца приравниваются к Гордингам, гвардейцам. Копейщики В. 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 Реконструкция автора на основе изображений В. 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 Оруженосцев, или военных слуг, полагалось иметь всадникам-копейщикам. Оруженосец или боевые слуги – это ступенька на пути к полноценному войну. Такая система была у многих варварских народов, доподлинно известны у Готов, Эрулов и Славин. Маврикий стратег пишет о построении тагмы всадников, так, в тагмах федератов, которые размещены в середине первой линии, глубину строя следует делать из семи солдат и одного слуги, если в их войске окажутся слуги. На них возлагалась задача поддерживать своего всадника в бою, заменять копье в случае необходимости и доставлять оружие и стрелы. Есть мнение, что в византийском войске было три типа боевых слуг. Слуги оптиматов и федератов относились к высшему разряду. Оруженосцы оптиматов назывались арматорами, у федератов отроками. И. Оруженосцы и слуги элитных кавалерийских частей сами принимали участие в сражении. Изображение всадника – лен, шерсть, Египет, Фоэйт, ВВ, Гмеим, А, С, Пушкина, Москва, Россия. Фото автора. Иллирийцы. А вот наличие соединения иллирийцев еще больше убеждает в нас, что в стратегии описан частный случай сбора экспедиционного корпуса. Иллирийцы – это всадники эстратиосского поселения регулярной конницы с северо-запада Балканского полуострова. Мы знаем, что во второй половине ВВ в Эллирии были поселены всадники Сарматы и некоторые из гоннов. Иллирийцы – активные участники боевых действий. В 542 граммах. Среди воинов, которые были набраны Велесарьем для того, чтобы обмануть персидского посла Авандана, показав ему силу, мощь и огромные размеры ромейского войска, были и иллирийцы. В 544 граммах. Иллирийцы ушли из армии в Италии, так как на их земли напали гунны. Знатный иллириец Назар – командир отряда, проявивший себя в бою с королем Татилой. Император Тиберий в 577 граммах. Набирал в Эллирии всадников для борьбы на Востоке. Не только иллирийцы были профессиональными всадниками. Полководец Герман набирал себе дружину для похода в Италию среди регулярной фракейской конницы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...